привет зритель я тут как бы давно не делала обзоров что я купила ибо я как-то много ничего не покупала тут я пошла за мандаринами и внезапно решила купить еще всякого другого фруктового думаю почему бы не сделать фруктовый салат так вот я сейчас тебе на руке покажу что я тут купила потом поставлю камеру на штатив запишу как я это готовлю а потом хомячу я давно не делала лет 70 не больше фруктовый салат не было яблоко а вообще у меня такая проблема мне на одной руке видимо все таки это нет маринги зритель ты когда-нибудь куда поехала камера иди сюда я даже не глянула на чем она сфокусировала жиром марингу кушал потребляла я читала в отзывах что она блин бодрит я ее из-за этого и купила что она укрепляет кости все такое вот у меня на одной руке ногти еще более менее а вот на той которая держу камеру сейчас он хотела погулять докумене облазмился ноготь я решила что надо быстрее перед домой но еще мне мешок с фруктами такими всякими но я короче думаю потом вечерком прогуляюсь потому что скорее всего лавочки там качельки точнее заняты потому что солнышко то все в общем меня за день уже второй ноготь обламывается так причем капитально я думаю из-за того что я забывала тут семена чая есть но думаю раньше же у меня как бы 26 лет ногти то растут сейчас чихнул вы только будете хруть еще раз простите на сказать будь здорово лёля я скажу спасибо вы мне сказать пожалуйста так вот ну как бы после виталки 20 лет у меня стали расти ногти 6 лет до 26 лет они как бы не росли а до 6 лет они росли так вот думаю как-то у меня все-таки они росли и семена чая то я не сразу узнала про них не знаем уж последние лет 5 эхима и сколько надо вообще поэтому по вайбер из угля может последние года 3 эхим эти семена чая так вот когда они им семена чем у меня долго не у меня копытца начинает ломаться я тут снова стала добавлять усиленно то в суп то в кефир 7 ночи а потом думаю блин я же ем маринку меня же должны хорошо ногти расти все такое крепкими быть т.д. и т.п. нужно для кожи волос ногтей костей вообще такое бодрящее и толку от них вообще нет никакого от этой маленьких капсулах я еще не писала отзыв на этот а мне еще там бумажка такая пришла на уже потерял где написано мы вам дадим 50 рублей дадите хороший отзыв если вам понравился продукт я думаю 3 звезды максимум это гауно заслуживает ну короче в общем я давно слышала про эту марингу но не думала что это бесполезная фигня так вот я решила что раз у меня тут это ногти ломаются надо перейти домой фруктов много так далее и сейчас подумала не записать ли мне процесс поедания салатов а потом думаю а может записать как я его готовлю а потом думала может записать и что я тут купила так вот я сейчас камеру переведу вспомнить бы как это делается вот так это делается на суда и смотри здесь у меня тут немножечко виноградик я думала у меня все выйдет рублей на 700 думаю блин 1000 всего осталось до конца месяца но смысла дни конца месяца до 12 апреля у меня осталось всего 2 200 рупий 2200 думала шум не останется где-то ну 1600 думаю блин как жить то дальше буду очень суп супер сильно экономить ну и короче говоря все у меня вместе вышло на 293 рубля 43 копейки она мне даже квадратиком фокусировалась я сейчас вспомнила что никак не досмотрю те уроки я даже первый урок еще не досмотрела что-то все как-то не до того было вот здесь у меня с финиковым сиропом молотые ну короче как бы халва из семян тыквы с финиковым сиропом но это просто вот она в кадр вызовет яблоко я как-то его купила но может не пять назад но крепкая потом подумала его можно порезать в салатик вообще мне морозилки есть немножко груши которая как-то купила она была такая крепкая порезала морозилку сумму какой смузи сделал тут у меня козий творожок который я вчера приобрела ну смысле это тетя люся приезжала из выдра я на механку ушастала пешкодралом то все короче ей деньги на мне молочек у меня даже есть свежевзбитая козья маслица пилина на несколько частей вся эта мне вышла за 550 150 рублей 400 грамм маслица сливочного ну там 200 рублей за килограмм творога и по 100 рублей полторашки молока это вот ну как бы тебе так вот виноградик я надеюсь он вкусный ну или хотя бы в салате его сожду 229 рублей 90 копеек за килограмм 214 грамм и 49 рублей 20 копеек он не вышел вот виноградик сейчас даже его попробую все таки хороший виноградик было бы денег побольше купила бы побольше хотя это небольшая витка но она как бы там по большей части лежал уже такой виноградик наладан дышал ну ладно наладан у меня аллергия на аромат поэтому просто скажем отдавал богам душу у меня тут вообще четыре банана один на сушилке я даже впервые в жизни помыла банан шкурки мандариновый мне вчера был мандаринчике его с лопала пока монтаж дел общем нету три банана вообще их на самом деле 4 зрители если у тебя никогда не было посуды в раковине то ну теперь ты ее увидел вот она у меня вчера вымылась а потом снова накопилось а короче вот тут на сушилке бананчик в общем 4 бананчика у меня 6 мандаринчиков лимончик апельсинчик что-то он такой интересный был лота какой-то вот на свет какой-то он такой интересный был в полосой я решила что надо мне апельсинчик а потом уже как-то на все пошло наклеечки наклеила обновила ту самую морду лица 2 груши и 2 киви 1 киви была мягкая короче другой я просто подумала что может взять может меня на себя направить камеру обратно я тоже все показала в общем вот сейчас эти зачитаю я тут мокрой рукой взяла чек так почем у нас тут груша уильямс стоит восемьдесят девять рублей 99 копеек короче 190 рублей без копейки 216 грамм 41 рубль 4 копейки бананы 120 рублей без копейки что-то снова дорогущие стали 722 грамма 86 рублей 63 копейки что у нас тут дальше апельсин а это киви киви стоит только же сколько банана 120 рублей без копейки вышла на 140 грамм 16 рублей 80 копеек апельсины 110 рублей без копейки ты понимаешь до 109 99 это 110 без копейки так один апельсин вышел на 212 грамм на 23 рубля 32 копейки мандарины 114 рублей без копейки это за килограмм вышла у меня на пятьсот восемьдесят четыре грамма 6 мандаринов 66 рублей 57 копеек лимоны 105 рублей без копейки один лимон вышел на 94 грамма 9 рублей 87 копеек это вовсе вместе 293 рубля 43 копейки обалдеть я думала выйдет намного больше причем я как-то месяц назад пыталась купить лимон еще феврале дошла до кассы ну мы рядом из корзиночки все вроде как пробили а потом смотрю на чеки лимона нет и в корзиночке это как-то тоже лимона нет и я потом уже вышла из магнита когда поняла что лимона нет думаю почему же лимона то нет я живу как выбрала специально чтобы пробили на кассе же хотелось я купить лимон возвращался не стала думала наказать потом куплю лимон в общем не знаю что такое получилось почему мне лимон не пробили и тут я купила лимон в честь того что думаю ну что как не черный чай с лимоном сделаю и он там клюква есть я что-то делала такое мне а какой-то у меня был короче красная смородина из морозилки размороженная и черного черника и делала черничный компот и что-то он какой-то в общем ну что-то мне в нем не хватало на думаю может сахара положить может еще что-то митя я посоветовала лимон купить я думаю блин а мне же есть это красная смородина эту дофига ну а потом вспомнил мне же есть клюква с прошлого года надо ее это измельчить может что-то с ней сделать ну короче вот я купила лимончик думаю ну клюкву в чайная не очень хорошо черный чай лимончик как раз самое то в общем вот я наверное сейчас пока не знаю может мне это отдельными роликами сделать а то давно ведь отдельный ролик про обзор закупки еды я не писала короче зритель привет если я забыл отискать привет а то вот был обзор покупок еды фруктовой довольно окажется бюджетные всего лишь практически на почти 300 рублей волос у меня не первой свежести но я тут для себя открыла как наконец-то нормально пользоваться тем овсяным спреем для волос но тут несмываемый уход лосьон бальзам надо не два три пшика все-таки побольше я просто до конца прочитала мелким шрифтом инструкцию на нем и мне волосы на второй день такие навально пышные выходят короче хорошие такие свежие чистые волосы на второй день выходит но на треть они так вот уже ближе к вечеру ближе к концу дня не такие пышные уже больше к прилизаным сейчас у нас сейчас я даже узнаю сколько у нас сколько у нас время 33 минуты но у меня на три минуты вперед телефон короче сейчас пол четвертого и волосы у меня уже как бы ну не очень такие чтобы свежие вот я это третий день бытия вот если куда-то идти там можно ну можно было бы наверное допустим их завить но мне сейчас как-то не с руки я хотела клин доделать потом ванной вечером полежать все-таки может дойти до этих качелях прогуляться короче много чего хотела блин кошка сейчас там солнышко светит на балкон и она через цветы видно как она на окно запрела думали на откуда у меня рыжак кошка ты на нее так солнышко падать короче в общем вот у меня обзор жиротвы давно не снимала каюсь я но я как-то закупок не делала если ты монбанк смотришь то в прошлом монбанке которая недавно доступ к нему открыла полный на канале сегодня как раз я говорю что давно не делала закупок а тут вот у меня как-то случились а вот эти фрукты сейчас наверно буду ваять салатик спасибо за просмотр если решишь поддержать канал вот здесь вот будет облака если хочешь асмр не знаешь как ну и хочешь при этом подписаться тоже поддержать канала день вот другое облако типа подпишись на бусти ну если что-то еще хочешь ссылка в инфобоксе на все это пока